МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. Поле зовет. В районах идет уборка урожая. Если хочешь быть здоров, в Чувашии стартовала прививочная кампания. Свет, камера, мотор. Республика стала съемочной площадкой для документального фильма. Глава Чувашии Михаил Игнатьев сегодня побывал в ряде хозяйств Республики и ознакомился с ходом уборочных работ. Тему продолжит Родион Архипов. В этом году обильные дожди чуть было не испортили урожай зерновых. Переизбыток влаги в почве вынудил объявить режим чрезвычайной ситуации в 16 хозяйствах Республики. К уборке озимых и ировых приступили с опозданием в 2-3 недели. Сейчас комбайны работают в полях во всех районах, кроме Красночитайского. Сегодня глава Республики успел объехать три района – Цивильский, Красноармейский и Вурнарский. Картина везде разная. Несмотря на длительные дожди, в Цивильском беконе рассчитывают на хороший урожай. У нас уже третий день уборки идет. Работают в поле 8 комбайнов. Урожайность средняя идет, а зимой пшеницы – 44 центнер с гектара. Агрофирма «Таябинка» Красноармейского района ежегодно входит в клуб «Агро-100». А это весомые показатели эффективности предприятия. На сегодняшний день убрали 500 гектаров зерновых. Урожайность составляет на сегодняшний день в среднее по хозяйству 40 центнеров. По прогнозам специалистов, урожайность в этом году ожидается не меньше, чем в предыдущие годы. Потери надо минимизировать. И это на сегодня основная задача земледельцев, считает глава Чувашия. Задача сельхозтоваропроизводителей, земледельцев – использовать каждый час хорошей погоды. Каждую минуту. Сегодня погода позволяет убирать уже зерно при влажности 16-18%. Конечно, здесь ленность надо убрать. Всем надо мобилизовать и человеческие ресурсы, и материальные ресурсы. Родион Архипов, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика. Оздоровление Волги – так называется новый приоритетный проект российского правительства. О том, как планируется восстанавливать экологию одной из главных рек страны, говорили на совещании в Волгограде. В нем участвовал премьер-министр республики Иван Маторин. Волга – это не просто символ России, неотъемлемая часть культурного кода нашей страны. Это еще и экономическая артерия. В бассейне Волги живет более 60 миллионов человек. Еще немного цифр. Именно на Волге сосредоточено 45% промышленного производства страны. Более трети, а точнее 38% всех загрязненных стоков также попадает в нашу реку. И она уже исчерпала свои возможности по самоочищению. Для ее спасения в 2018 году стартует приоритетный проект оздоровления Волги. Он предполагает комплекс мер. Среди них – увеличение штрафов за негативное воздействие на экологию, постоянный мониторинг состояния реки, модернизация очистных сооружений. Целый ряд проектов, которые есть сегодня в Чувашской республике – это и строительство биологических очистных сооружений, это и культивация шлака накопительных на буси, это реконструкция очистных сооружений в малых городах – сегодня полностью подходит под данный проект. Проект рассчитан до 2025 года. Его бюджет оценен в 275 миллиардов рублей. Из них 114 миллиардов выделят из федеральной казны. Остальное – за регионами и внебюджетными источниками. Ольга Бурачкина, Андрей Спиридонов, Республика. Город Новочебоксарска оказался во власти мусора. Об этом в нашей редакции рассказали сами жители. Им уже несколько дней приходится хранить бытовые отходы прямо во дворе. Контейнеры переполнены. Вчера глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова обещала исправить ситуацию. Как обстоят дела сегодня, узнавала наша съемочная группа. Напомним, в нашу редакцию обратились жители улиц Парковая, Комсомольская, Коммунистическая, а также Бульвара гидростроителей. По их словам, во дворах образовалась свалка мусора, который не вывозится в течение продолжительного времени. По словам главы администрации города Новочебоксарска Ольги Чепрасовой, сегодня утром мусор был вывезен. Но буквально несколько часов назад мы проехались по улицам города и снова увидели горы мусора вокруг контейнеров. Машины приспособлены таким образом, что они погружают только контейнеры, опрокидывают. Тот мусор, который лежит рядом, машина опрокинуть не может. Поэтому дворники весь мусор, который лежал рядом с контейнерами, собрали и положили в контейнер. Ну, работаем по вывозу мусора. Сегодня тоже ввели переговоры с ПАУТ и Плюс, с энергосбытом. То есть ситуация сложилась из-за тяжелой финансовой ситуации. МУП, управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве, в других управляющих компаниях вывоз мусора осуществляется ежедневно. Ежедневно ведем переговоры с кредиторами. Пока же пакеты и пластиковые бутылки ветром разносят по всему двору. Жителям только остается надеяться, что представители власти выполнят свои обещания в полной мере. И, наконец, мусорная проблема решится. Полпредпрезидент России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в ходе своего визита в республику побывал на месте строительства будущего Чувашского кадетского корпуса. Он будет шестым по счету в округе. Всего же в России 18 кадетских президентских училищ и корпусов Министерства обороны. И около 60 региональных. История кадетства восходит к 17 веку. Именно тогда появилась эта форма начального военного образования. В советские времена в нашей стране действовали только суворовские и нахимовские училища. Возрождать кадетство начали в 1990-х. В Чубаксарах кадетская школа появилась в 2000-м. Сегодня в кадетской школе имени Александра Кочетова учатся более 200 ребят. И в старом здании 1932 года постройки им разумеется тесно. Всего же в Чувашии более 6 тысяч кадет, для которых созданы профильные школы и классы. Так что потребность в такой форме образования велика. Родители учеников неоднократно поднимали вопрос о строительстве нового здания. Очень рада, что мы именно сюда поступили. Самое главное то, что мой сын сам захотел сюда поступить. Изъявил сам желание. Сказал, мама говорит, у меня судьба решается. Идем, говорит, заявление в кадетскую школу подавать. Новый корпус, напомним, строится в соответствии с соглашением, которое подписали полномочный представитель президента России в Приложском федеральном округе, правительство Чувашия, Минобороны России и группа компаний «Ренова». У нас есть воздушно-десантные корпуса, у нас есть военно-морской корпус, у нас есть кадетский корпус сухопутных войск, МВД России, войск национальной гвардии. И вот сейчас создается кадетский корпус с профилем подготовки, у которого будут воздушно-космические силы. И решением министра обороны за кадетским корпусом уже закреплены шефы. Это и главное командование воздушно-космических сил, Воронежский авиационный институт, Липецкий учебный центр. Это лучшие учебные заведения и лучшие соединения воздушно-космических сил Российской Федерации. Символично, что памятную капсулу в фундамент будущего кадетского корпуса заложили в дни, когда отмечается 105 лет образования военно-воздушных сил. Ведь новое учебное заведение будет по-прежнему носить имя Героя Советского Союза, летчика Александра Кочетова. Летчика-истребителя, участника Великой Отечественной войны, совершившего 488 боевых вылетов, лично сбившего 34 вражеских самолета и своим поступком, сподвившего своих земляков на строительство боевых самолетов, необходимых для армии. Один из которых с надписью от колхозника Гаязова был предоставлен Александру Васильевичу Кочетову. Уроженец Алатари Александр Кочетов стал Героем Советского Союза в 25 лет. После войны служил в правоохранительных органах, возглавлял ДСААФ. Один из его сыновей тоже был летчиком, а потом династия прервалась. Поэтому родственники героя очень рады, что его имя будет носить кадетский корпус именно воздушно-космического профиля. Я очень рад этому. Мне очень приятно. И, естественно, и моя бабушка, Адалина Александровна, тоже попросила, чтобы я присутствовала на данном мероприятии. Попросила, чтобы я передала слова благодарности всем. Слова благодарности передала и правнучка Кочетова, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Адалина Сотникова. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии владельцев ресторанов, баров и рюмочных могут обязать оповещать родителей о присутствии в данных заведениях детей. Соответствующий законопроект одобрен Кабинетом Министров Республики. Нахождение детей в подобных местах, особенно ночью и без сопровождения родителей, может причинить вред их здоровью, интеллектуальному, психическому и духовно-нравственному развитию, отметил министр образования Чуваши Юрий Исаев. Предприниматели уведомляют родителей, законных представителей и до приезда родителей принимают меры по недопущению причинения вреда здоровью и развитию ребенка. Если информирование родителей не предоставляется возможным, то предприниматели должны уведомить органы внутренних дел. Предприниматели, которые выполнят вышеуказанные требования, освобождаются от ответственности за нахождение детей в их заведениях. Проект закона направлен на рассмотрение в Госсове Чувашии. Причем к плечу не только на войне, но и в мирное время. Чувашская общественная организация «Доблесть» почти два десятка лет старается обеспечить ветеранам боевых действий, инвалидам и их семьям надежный тыл. На этот раз ветеран получил современную коляску. Свобода передвижений – одна из самых главных потребностей человека. Но для людей с ограниченными возможностями она зависит от наличия или отсутствия пандусов по ручни колясок. За плечами Константина Антонова служба в Чечне. После двух инсультов он прикован к инвалидному креслу, но по-прежнему не теряет волю к жизни. В этом ему помогает военная закалка и поддержка близких. А с новым средством передвижения его жизнь заиграет новыми красками. Ну, естественно, жизнь моего мужа изменится. Он человек очень, так сказать, общительный. У них будет более мобильный. Жизнь моя тоже. Я буду, как сказать, раньше, если эту коляску с ручным приводом могла спускать и допускать. А сейчас, я думаю, муж будет обходиться без меня. Ну, естественно, без моего внимания, как говорится, надзора за ним. Спасибо большое, 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 счастье, было бы лучше. Несколько лет семья Антоновых мечтала о современной коляске. Это стало возможным благодаря организации «Доблесть». С 2007 года она вошла в состав Международного объединения ветеранов войн. Членство этой авторитетной организации нам дает дополнительную возможность помочь нашим ветеранам. Это и различные средства реабилитации для инвалидов, это и направление на протезирование, на лечение, и санаторно-курортные путевки. По нашей заявке выделили такую уникальную коляску. В хорошую погоду он может с Козловки приехать. К сожалению, коляска не решает всех проблем, связанных с передвижением по городу и зданиям. В той же Козловке есть сложности с реализацией доступной среды. По возможности организации и предприятия устанавливают определенные пандусы, значит, в организациях имеются соответствующие кнопки вызова. Все мы прекрасно понимаем, что те здания и сооружения, построенные в советское время, они, конечно, не были рассчитаны. То есть, если руководство сидит на втором этаже, построить сейчас лифт – это достаточно дорогое удовольствие. К сожалению, даже установка пандусов и поручней не всегда является гарантией удобства. Независимо от того, где они установлены – в районе или столице республики. Владимир Сурков проверил это на личном опыте. Конечно, нужно рассказывать о таких вот хороших вещах. Но мне хочется сегодня и о недостатках. Допустим, пандусы, те же самые, подняться. Невозможно домой зайти, невозможно выйти или попасть в какие-то учреждения, организации. Из-за этих пандусов. Вроде бы сейчас их и делают кое-где. Но вот такое формальное отношение наблюдается. Несмотря на недостатки, в рамках программы «Доступная среда» была проделана колоссальная работа. Не только жилые дома, организации, но и улицы стали для людей с ограниченными возможностями заметно доступнее. Татьяна Филатова, Арына Гавилян, Республика. В Чувашии начали делать прививки против гриппа. Вакцина в Республику поступила раньше, чем обычно, и врачи очень рады этому обстоятельству. Иммунитет у привитых сформируется до начала сезона дождей и болезней. Кого прививают в первую очередь, и как быть, если вы не входите в приоритетные группы, в нашем сюжете. Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. Впрочем, работники производственного объединения имени Чапаева спешат в медпункт не для того, чтобы демонстрировать свою храбрость, а по более серьезным причинам. Раньше часто очень болело, даже в году по два раза получалось. А сейчас вот после прививки вот так. Мне пока невыгодно выходить на больничное. Так что прививку еще одна причина была сделать прививку. Производственное объединение Чапаева одним из первых в Чебоксарах поспешило приобрести для своих работников вакцины от гриппа. Практика показала, инвестиции в здоровье окупаются быстро и эффективно. Мы начали в прошлом году вакцинацию наших работников. Это был, наверное, первый шаг в нашей работе. И поэтому число привитых в прошлом году было незначительным, порядка 10% от общей численности нашего предприятия. Но и то мы уже увидели результат, и у нас сократилось количество больничных листов. В этом году в Чувашии вакцину закупили немного раньше обычного. В республику уже поступило более 170 тысяч взрослых и более 85 тысяч детских доз препарата. Напомню, в национальный календарь включены работники медицинских, образовательных учреждений, транспортные сферы, коммунальщики, беременные женщины, призывники, пенсионеры старше 60 лет. Все они прививаются бесплатно. И, разумеется, в первую очередь дети с шестимесячного возраста. Вакцинацию гриппа, ее можно комбинировать с любой плановой вакцинацией. То есть, например, пришел, если малыш старше 6 месяцев, на завершающую вакцинацию против АКДС, гепатита B, пневмококковой инфекции. И мы можем предложить маме одновременно сделать вакцинацию против гриппа. Если родителям объяснить, для чего это делается, то, в принципе, мама отказывается редко. В этом году в планах Минздрава Чувашии привить 540 тысяч жителей республики, в том числе 165 тысяч детей в возрасте до 17 лет. В прошлом году было чуть меньше, 523 тысячи или 42 процента жителей. Но этот показатель превысил общероссийский. Как результат, заболеваемость у нас намного ниже, чем была прежде. Причем заметно это не только врачам, но и тем, кто прививается сам и приводит вакцинацию детей. Последние несколько лет мы стараемся делать это каждый год. И болеют, конечно, они у меня реже. То есть, если даже и заболевают, то не так тяжело. В это воскресенье свой профессиональный праздник отмечают люди одной из самых созидательных профессий – строители. Но поздравления они начали принимать уже сегодня. В филармонии чествовали тех, кто своими руками создает архитектурный образ городов и районов республики. Дом по улице Парижской коммуны, что в столице Чувашии, совсем скоро будет сдан. Его жильцами станут переселенцы из аварийного жилья. Взамен старых обветшавых бараков они получат новые и просторные квартиры, которые построили они – строители. За одной темпу строительства сегодня является примером для других и дает уверенность в своевременном и качестве завершения программы «Установленные сроки». Результат вашей работы – это всегда комфорт, уют и благоприятные условия для развития и самореализации граждан всех возрастов. Жилье, социальные, культурные и спортивные объекты города и села растут, а вместе с этим увеличиваются и потребности жителей. Люди хотят покупать не только сейчас отдельно стоящий объект, люди хотят покупать комфортную среду или в городе, или на селе. Наша задача – работать в динамике на другом уровне, другими темпами и создавать еще комфортную среду. Развитие отрасли подтверждают цифры. В этом году уже ввели в эксплуатацию почти 160 тысяч квадратных метров жилья. Это больше 3,5 тысяч однокомнатных квартир. До конца года их количество увеличится в 4 раза. Виталий Хадаров – один из тех, кто делает мечты реальностью. Почетное название заслуженной строительской республики присвоено Хадарову Виталию Васильевичу, каменщику общества с ограниченной общественностью, фирма «Старков». В этой профессии Виталий Васильевич уже 20 лет. Своими руками он возвел не один дом. Очень приятно, конечно, в основном, благодаря всеначальству. Семье тоже это тяжелые моменты поддерживает строительство. Так, нелегкая работа, навыки, характер, ну еще силы воли надо в самой главной работе. Звания, грамоты – как безусловное признание заслуг, а в качестве памяти на всю жизнь – новые дома. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. Камера, мотор, поехали. В республике снимают документальный фильм под названием «Каникулы в историю. Чуваше». Кинолента расскажет зрителям об истории и культуре региона. В съемках принимает участие звезда российского кино Александр Галибин. В кадре появятся и ученики столичной пятой гимназии. Один из съемочных дней проходил в Ядринском районе. С места событий репортаж Рифата Фаткулина. Процесс работы над фильмом начинается рано утром и заканчивается к ночи. За три дня у создателей кино набралось уже более 10 часов отснятого материала. Идея принадлежит Рыбаков фонду. Сценарист-режиссер Ксения Бахарева. Документальный фильм – это своеобразная биография Чувашии. Видеорассказ о достопримечательностях, красивых и интересных местах районов республики. Команда фильма в июне уже побывала в Чувашии, чтобы оценить натуру. Наша природа им очень понравилась. Старинные обычаи и традиции увлекли. И уже через месяц был написан сценарий нового фильма проекта «Каникулы в историю». Проект «Каникулы в историю» у нас существует уже пятый сезон. Вот мы сейчас в Чувашии снимаем пятый сезон. Проект сам по себе возник еще в 2012 году, когда было 200-летие празднования войны отечественной, первой. И мы тогда поняли, что такая вот просветительская миссия проекта – попробовать приобщить детей к изучению истории можно через игру. То есть дети примеряют на себя все персонажи. Роль ведущего в фильме играет народный артист России Александр Галибин, снимавшийся в главной роли в известном сериале «Мастер и Маргарита». Как оказалось, на этой точке съемок он не участвует. Но мы успели записать с ним интервью ранее, где он признается – Чувашия приятно удивила. Я первый раз в Чувашии и первый раз в Чебоксарах. Я хочу сказать, что я потрясен. Я совершенно потрясен природой, я совершенно потрясен красотой. И, наверное, самое главное – я потрясен отношением людей к тому, что происходит вообще в республике. Наверное, самое ценное, что есть – это люди. Люди, которые хотят, чтобы в республике было хорошо. Люди, которые делают все для того, чтобы в республике было хорошо. Вместе с звездой в фильме будут сниматься и ученики 5-й гимназии города Чебоксары. Для соведущих Александра Галибина съемочная группа проводила кассинг. В нем приняли участие более 20 учащихся. Отбор прошли лишь шестером. Режиссер признается – такого уровня актерского мастерства от обычных школьников команда не ожидала. Самые разные таланты они показали и, в общем-то, выделялись не только по внешним данным, но, конечно, внешние данные тоже важны для телевизионного, кинопроекта. Вы понимаете, что все-таки камеры, если любят лицо, то это уже успех. Ну и, соответственно, таланты, таланты. И как раскрылись эти дети. Дети все раскрытые, талантливые. Они с удовольствием примеряют на себя всевозможные роли. И, в общем-то, им все нравится. В числе тех, кому посчастливилось сниматься в кино – семиклассница Карина Никитина. В фильме она примерила образ обычной чувашской девушки. Доить коровы сложно, но поскольку у меня был какой-то опыт, потому что каждое лето меня отправляют в деревню, и там у нас тоже есть коровы, я иногда заменяла бабушку и помогала ей доить коров. Мне очень интересна тема телевидения, кино, возможно, операторская съемка. И я бы хотела, возможно, работать в этой сфере, поэтому решила попробовать. Герой будущего фильма Даниил Матфеев говорит, что на кастинг идти было очень волнительно. Но он справился. Успешно прочитал стихотворение и показал умение создавать нужный образ перед камерой. Я играю героя, человек, который торгуется в ломбарде, то есть главный в ломбарде. А сейчас мы приехали сюда, и я должен поймать курицу. С недавних пор я начала заниматься театральной студией, и мне дали две главные роли в театре. Создателям полнометражного фильма предстоит большая работа и удивительное путешествие по историческим местам Чувашии. Съемки фильма планируют закончить к 15 августа, и уже в конце месяца картину смонтируют. Премьера намечена на осень этого года. Рифат Ваткулин, Александр Петров, Республика. Лучший подарок ко дню города – песня. По крайней мере, так считают воспитанники седьмого столичного детсада. Какие музыкальные поздравления они готовят, смотрите в нашем сюжете. В семье Кузьминых поют все. Мама и папа – профессиональные исполнители. Да и дочка Элимпи не отстает. Вот и сейчас в садике они репетируют музыкальный подарок. Мы спели песню про Чпак Сары, Шуржу Башкарда, так как очень близка нашему сердцу, так как это наша родина, поэтому мы не можем оставить без внимания именно эту тему. Так приятно приходить и петь здесь, поскольку такая студия с детства, дети привыкают как взрослые. До дня города чуть больше недели, поэтому стойка микрофона не пустует. Желающих профессионально записать песню немало. Ребята приходят со всех детских садиков. Мы пришли из детского сада 130-го. Мы спели песню Чпак Сары. Нам эта песня нравится, потому что она и на русском языке, и так и на чувашском языке. Студия звукозаписи в седьмом детском саду работает уже полгода. Здесь можно не только петь, но и играть на музыкальных инструментах. Так что вполне возможно, в будущем здесь начнут писать музыку, как говорится, с нуля. Ну а уже сейчас студия готовится выпустить свой продукт – подарочный компакт-диск с лучшими песнями ко дню города. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Рена Гавилян, Республика. В эту субботу страна отмечает День физкультурника. У жителей Чувашии будет где провести время пользы для здоровья. Все спортивные учреждения Республики на один день станут свободными для посещения. Сегодня герой нашего сюжета – учитель физкультуры Юрий Сейфулин. Одни из самых моих лучших учеников – Александр Леонов, победитель университета в Москве. А это Аня Петрова, бронзовый призер среди медвузов России. На фотографиях лучшие спортсмены первой столичной гимназии – воспитанники Юрия Сейфулина. Они – лучшая оценка его труда, прямое доказательство эффективности тренерской работы. В этом году ровно 25 лет, как молодой физкультурник впервые переступил порог гимназии. Когда-то он был вполне успешным начинающим спортсменом, но выбрал в итоге преподавание. В 1975 году урмарец Юрий Сейфулин стал студентом Киевского института физкультуры. Уже через два года он стал чемпионом Киева, а затем и чемпионом Украины. И все-таки юноша нестерпимо тянуло на родину. Так Юрий вернулся в родные края, уже в качестве первоклассного специалиста. Как только поступил на работу, особенно нравилось работать младшими классами, потому что они непосредственные, глаза чистые. И если правильно с ними работать, очень интересно. Именно занятие в скруктуре и спортом закаляет, кроме физких кондиций, еще и характер. Это очень важно в современной жизни быть конкурентоспособным. Мария Замаскина – одна из лучших воспитанниц Юрия. В свои 17 она победительница районных и республиканских соревнований по волейболу. Сегодня девушка в составе сборной одного из ведущих вузов страны. Она уверена, что если бы не тренер, с волейболом у нее ничего бы не получилось. Мне предложили играть, потому что я была самая высокая в классе. До этого занималась другим видом спорта. И волейбол, я даже не знала вообще, что это такое. Для меня это было, что за вид спорта. Мне неинтересно. И, честно говоря, не было большого желания играть. Но потом начала тренироваться. У нас был хороший тренер, он все доступно, понятно объяснял. Благодаря Юрию Сейфулину спортивный потенциал открыли себе десятки воспитанников. Не все ученики связали свою жизнь со спортом. Однако каждым из них Юрий Анатольевич по праву гордится. И сегодня ребята приходят в родную школу, чтобы порадовать любимого учителя своими успехами. Дарина Игнатьева, Рана Гавилян, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панома, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова